Второй блок у нас сегодня в гостях Мария Джаналиева, региональный координатор корпуса общественных наблюдателей ЕГЭ Саратовской области. Здравствуйте! Добрый день! ЕГЭ с каждым годом у нас все больше бодоражат умы, причем критикуют родители, ученики, учителя критикуют, а в первую очередь саму структуру, а не возможность фальсификации. Вообще для чего нужны там наблюдатели? Да, наблюдатели нужны непосредственно для того, чтобы посмотреть, промониторить, исключить ошибки в проведении, также следить за тем, чтобы сами участники экзамена не списывали, чтобы их права не нарушались. То есть мы, получается, и помогаем школьникам сдать ЕГЭ, и также следим, чтобы они сдали, только используя свои знания. А когда появился такой институт вообще? Ну, вообще корпус общественных наблюдателей работает с 2014 года. В 2014 году это назывался проект за частные ЕГЭ. Сейчас он все больше и больше набирает свои масштабы. Если в 2014 году было совсем мало регионов, где работали общественные наблюдатели, то сейчас у нас корпус функционирует в 85 регионах России. А в таком случае как часто удается выявить нарушения? Ну, вот сейчас мы как раз дорабатываем досрочный период сдачи ЕГЭ, который начался у нас в начале апреля. По Саратовской области у нас не было ни одного нарушения. Но есть небольшие нарушения в других регионах, которые также замечаются нашими онлайн-наблюдателями, общественными наблюдателями, которые работают непосредственно на ППЭ. И сразу устраняются эти замечания, нарушения. Если это нарушения, связанные со списыванием, то ученик сразу удаляется. Если это какие-то нарушения или замечания по подготовке непосредственно по ППЭ, то они устраняются до начала экзамена и дальше экзамен проходит в штатном режиме. А все-таки какие чаще всего встречаются нарушения? Ну, это стандартно, что ученики стараются принести шпаргалки, стараются принести телефоны и дальше пытаются воспользоваться этим в аудитории. Но у нас, слава богу, таких нарушений нет. У нас уже ученики идут осознанно на экзамен, уже с собой ничего не берут, знают прекрасно, что списать не получится. А если и попытаются, то, значит, будут удалены и лишатся права поступать в ВУЗ. Ну вот, когда готовятся выборы, и кандидаты партии готовят своих наблюдателей, они их готовят, что вот могут сделать так, могут сделать так, смотрите, пишите заявления, жалобы и так далее. В чем заключается подготовка наблюдателей ЕГЭ? У нас тоже достаточно серьезная подготовка. Вот на данный момент у нас более 120 кандидатов в общественные наблюдатели. 23 и 24 апреля у нас пройдет школа общественных наблюдателей на базе СГЮА. И у нас ребята, помимо нормативной базы, получают также, проходят для них тренинги, дается им полностью нормативная база, как должен проходить экзамен, как должна заполняться документация наша отчетная, и также какие нарушения могут быть, какие были в прошлом году, допустим. Показываются, разбираются типичные ситуации, чтобы дальше уже общественный наблюдатель, выходя на ПП, был полностью готов к всему. Ну, пример тогда приведите. Ну, мы их обучаем, как, допустим, разговаривать с руководителем ПП. То есть, как у нас общественный наблюдатель, можно сказать, такая тень, которая ходит по ПП и смотрит. И если он видит какие-то замечания, то он должен подойти к руководителю ПП или к члену ГЭК и сообщить об этом. А они уже должны устранять. Если вдруг они не устраняют по какой-либо причине, ну, не хотят, допустим, то, значит, они звонят, ну, общественные наблюдатели могут пользоваться сотовым телефоном только в штабе. То есть, они идут в штаб, они набирают меня, как регионального координатора. Ну, и дальше я уже связываюсь с Рособоронадзором. И уже, если не хотят реагировать от наших замечаний, то от замечаний Рособоронадзора реагируют все. То есть, инстанция, пожалуй, не прокуратура, а именно Рособоронадзора. Нет, у нас Корпус общественных наблюдателей, работает на базе Российского союза молодежи, также Ассоциация студентов студенческих объединений. Как раз у нас Российский союз молодежи заключил договор, соглашение с Рособоронадзором. И, то есть, как бы мы тесно сотрудничаем. Все наши замечания, все наши нарушения, которые мы выявляем, они попадают сразу, буквально в этот же день, к представителям Рособоронадзора. В России разные часовые пояса, и многократно говорилось о том, что на Дальнем Востоке уже все получили, открыли, сдали. В интернет залили, и все. И, соответственно, где-то уже в наших широтах дети уже знают. Да, да, да. С этим как бороться? Ну, в этом году у нас, как раз на досрочном периоде, мы попробовали первый раз, кимы непосредственно печатались в аудиторию. То есть, приходят запечатанные конверты, определенный пакет заданий, и в 10 часов скрывается этот пакет, вставляется диск в компьютер, и только у одного члена ГЭК есть ключ, который распаковывает как раз эти задания. Эти задания могут быть абсолютно разные, ну, типичные, конечно, но абсолютно разные. Поэтому только в 10.00 можно вскрыть и узнать тот пакет документов, который будет именно на данном ПП. То есть, в конкретной школе, в конкретном классе? Да, в конкретной школе, в конкретном классе. Хорошо. Смотрите, опять же, если заговорили про интернет, можно найти видеозаписи обычно там, насколько помню, Дагестан, где школа стоит, там дети сдают экзамен, и родители, которые под окнами подсказывают, записочки передают и так далее. Там понятно, что, видимо, никаких наблюдателей там нет в принципе. Тем не менее, вот некий наш зритель идет мимо школы и видит вот такую же картину. Какой-нибудь родитель там на веревочке поднимает какую-нибудь бумажечку вверх. Там, видимо, нет контроля. Что делать, куда звонить? Ну, у нас есть горячая линия. Как у Рособранадзора горячая линия всегда работает. Также у нас у Корпуса общественных наблюдателей работает горячая линия. и можно обратиться либо к нам, либо к ним и сообщить об этом, о данном нарушении. А вот просто в школу зайти и сказать, что у вас тут звонит? Ну, либо может он просто зайти в школу, и в любом случае там сидит охрана, там сидят организаторы на входе. В любом случае они могут подойти и сообщить это либо охраннику, он уже передаст, либо кому-нибудь из организаторов. И сейчас как раз с этого года организованный вход в ППЭ. То есть ППЭ начинается там, где стоит рамка металлоискателя, либо человек с металлоискателем. До этого школа как бы функционирует, там школьники оставляют свои личные вещи, там организаторы могут находиться, но до входа в ППЭ. То есть, в принципе, любой человек может зайти и также сообщить о данном нарушении, если вдруг он заметил. Мне тут в ухо говорят, что если вы такое заметили, звоните 68-0258, это телефон открытого канала, мы тоже приедем все отснимем. Давайте поговорим про самих наблюдателей. Что это за люди и много ли их вообще? Ну, это обычные студенты, вот именно в корпусе общественных наблюдателей, это обычные студенты наших вузов, которые приходят к нам, заполняют анкеты, становятся кандидатами, проходят обучение. Мы им все рассказываем, объясняем, показываем. Они проходят тестирование и уже аккредитовываются на определенные экзамены и выходят на мониторинг. У всех общественных наблюдателей свои личные мотивы, у всех они абсолютно разные. У нас как бы в нашем корпусе есть, так сказать, карьерная лестница. У нас помимо местных общественных наблюдателей, либо там онлайн-наблюдателей, которые сидят, также аккредитовываются, получают пароли и следят за проведением экзамена по компьютеру. И также там ставят меточки, либо не ставят, если нет никаких нарушений. Так у нас есть местные общественные наблюдатели, это те люди, которые выходят у нас в регионе, проводят мониторинг, там же заполняют определенный перечень документов, не отдают мне, а я уже отправляю дальше в Москву. И есть у нас ребята, которые становятся федеральными общественными наблюдателями, то есть те наблюдатели, которые выезжают в другие регионы и осуществляют мониторинг там. Естественно, большинство наших наблюдателей хотят стать федеральными. То есть это такая большая возможность, помимо проведения мониторинга, увидеть другой субъект Российской Федерации. Однотипную российскую школу в другом городе. Ну, то есть если у нас ребята становятся федеральными общественными наблюдателями, то они едут на весь период проведения ГИА. Естественно, когда есть время после, между, точнее, экзаменами, то они выезжают на экскурсию, они смотрят достопримечательности, красоты, природы, также общаются с другими общественными наблюдателями. Поэтому ребятам это очень нравится. Когда есть возможность познакомиться, опять-таки, с единомышленниками и посмотреть Россию. Но не могу не спросить, участие, вот как наблюдатель, это процедура оплачивается или это исключительно за идею? Нет, это исключительно за идею, это такое волонтерское движение, поэтому... А, я понял, за идею, за возможность ездить еще куда-нибудь. Да, за идею, за возможность, за красивые футболочки, за крутые бейджики. А вот, вот уж. Ну, у нас федеральный общественный наблюдатель у нас полностью укомплектованный. Это наши синие фирменные майки, на которых написано сзади федеральный общественный наблюдатель. Это наши рабочие тетради, рабочие блокноты. Это красивые бейджики. И плюс, это возможность стать также региональным координатором. Может стать, в принципе, любой наблюдатель, который себя хорошо проявил, у которого есть это стремление. Также можно стать окружным координатором, можно стать федеральным координатором и поехать работать непосредственно в Москву, в корпус. То есть, неплохой такой бюрократический аппарат, я вам скажу. Ну, неплохо. Если кто хочет поучаствовать, обращайтесь. Напоследок, ЕГЭ часто критикуют, даже у нас Владимир Владимирович Путин на прямой линии, отвечая на вопрос, чтобы он выбрал ЕГЭ или устный экзамен, сказал устный экзамен. На ваш взгляд, ЕГЭ, вот как форма, имеет право на жизнь или нужно реформировать? Ну, я считаю, что имеет право на жизнь. И даже это ЕГЭ, это очень удобно, потому что ты сдаешь один раз экзамен, но у тебя есть возможность поступить в пять вузов, подать документы в пять вузов. Не нужно тебе ходить, каждый раз сдавать эти экзамены. И когда были устные вступительные экзамены, то есть у тебя не было возможности поступить в какой-либо другой вуз. Ты один выбрал, все, поступил, значит поступил. Нет, но, увы. А здесь у тебя больше возможностей. Ну и те, кто готовится, то есть мы сами просматриваем те же самые кимы, демонстрационные версии. А те, кто освоил базовый уровень в школе, который дается все знания, это в принципе вполне легко и успешно написать экзамен. Хорошо, будем верить, сдавать ЕГЭ. Здравствуйте, Мария Джаналиева у нас была в гостях, региональный координатор Корпуса общественных наблюдателей ЕГЭ в Саратовской области. Сейчас мы с вами посмотрим новый выпуск проекта «Не гони» на сей раз. Клип посвящен приезду Дмитрия Медведева. И вернемся опять в прямой эфир. Продолжение следует...